Здравствуйте! Новости в прямом эфире. В студии Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. В эти минуты в столице в онлайн-режиме проходит четвертое заседание Национального совета общественного доверия с участием президента Казахстана. На повестке острые социальные вопросы. Их члены нацсовета призывают обсуждать не за закрытыми дверями, а с участием широкого круга людей. Более открытой должна быть и информация о работе госорганов. Казахстанцы должны знать, куда расходуются средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. На повестке также вопросы защиты прав детей, поддержки людей с особыми потребностями, а также экологические проблемы. Подробности заседания смотрите в итоговом выпуске новостей в 21.00. И что касается экологии. В Казахстане ежегодно образуется около 5 миллионов тонн отходов. Перерабатывается только 15%. Мусорные полигоны не справляются с такими объемами. В регионах переполнено почти 20 крупных свалок. Экологический вопрос могут решить поправки в законодательство по вопросам энергетической утилизации отходов и водоохранных полос. Их сегодня рассмотрели в Сенате. Документ предусматривает переработку ТБО путем их сжигания с последующим получением электрической энергии. При этом в проекте закона предусмотрен гарантированный закуп такого электричества. Кроме того, в документе также прописана норма, которая уменьшает ширину водоохранной полосы до 20 метров в городах республиканского значения. Сейчас она составляет 35 метров. Изменения вносятся для того, чтобы узаконить постройки возле рек. Но депутаты Сената считают, что такая проблема есть не только в крупных городах. Надо рассматривать и сельские населенные пункты. Депутаты Верхней Палаты Парламента вернули законопроект на доработку в Можилис. И о ситуации с коронавирусом в стране. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 141 человека. Пневмония у 181. Выздоровели 84 казахстанца. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Поэтому в регионах страны усиливают ограничительные меры. 460 студентов медицинского колледжа готовы прийти на помощь врачам в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в октябре. В регионе готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции. В стационарах уже есть необходимый запас медикаментов. А к борьбе с опасным заболеванием в случае необходимости привлекут студентов-медиков. Для этого в учебную программу колледжа внесли небольшие коррективы. Теперь на занятиях они учатся распознавать симптомы COVID-19 и оказывать первую помощь пациентам с дыхательной недостаточностью. Этим навыком сейчас обучают и медицинских сестер, работающих в городских лечебных учреждениях. Для них организовали онлайн-курсы повышения квалификации. Стоит отметить, что во время вспышки коронавирусной инфекции этим летом в провизорных центрах работали 77 будущих медиков. Студентами также проводятся акции, волонтерское движение у нас есть в Гиппократ. Студенты проводили акции по профилактике коронавирусной инфекции, раздаче памяток, масок. Также проводили в онлайн-формате с близлежащим, здесь прилегающей нас в государственную поликлинику номер 2, с больными, обучающиеся тренинги. А в Костанае усилили рейды. Торговые центры, школы и детсады, общепит и общественный транспорт будут проверять на соблюдение санитарно-дезинфекционного режима дважды в день. Ночью контроль ужесточат за увеселительными заведениями. Наталья Строкова вместе с ревизорами отправилась на объекты. Пока представители мониторинговой группы стучались в закрытые двери автобусов, водители поспешно надевали маски и перчатки. Только потом впускали непрошенных гостей. Маску почему не надеваете защитную? Без перчаток находитесь на рабочем месте. За такое нарушение водителю грозит штраф на сумму более 80 тысяч тенге. Столько же могут заплатить и пассажиры за злостное несоблюдение карантинных мер. Пока с ними провели разъяснительную работу. Но по наблюдению перевозчика люди стали сознательнее. В основном масках зашугали же. Как за 70 лет? Мы тоже как эти. Как на конях же ездим. Быстрее же. И время, и график. И нас не надо виновные оставлять во всем. В общественный транспорт мониторинговая группа нагрянула не в час пика. Потому в салонах нет давки. Хотя это не всегда бывает так, говорят пассажиры. А толпучка, скопление бывает? Ну это скорее всего, когда утром едут на работу. На учёбу будет. Там да. Летей много в автобусе. Маски у водителя и пассажиров – это неполный показатель. Транспорт проверяют на наличие антисептиков и соблюдение дезинфекционного режима. Если грубые нарушения, то сотрудники местной полицейской службы собирают материал. И после чего направляют рапорт уже непосредственно в СЭС для составления протокола. Рейды в областном центре усилили вдвое. Теперь мониторинговые группы будут проверять объекты днём и ночью. Рейды проводились только пятницу и субботу. А с сегодняшнего дня будет ежедневно и именно в ночь, так как тои, свадьбы, бета-шары и так далее. Раньше это были нарушения в магазинах. В магазинах продавцы без перчаток, без масок. Сегодня можно сказать, что данные нарушения не имеют места. А сегодня люди проводят массовое скопление. Сегодня в регионе работают более 90 мониторинговых групп. Ими за последние три месяца выявлено свыше 5000 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Наложены штрафы на 62 миллиона тенге. Наталья Острокова, Еремек Мухамедьяров, Кустанай. С завтрашнего дня в Магисталской области возобновят свою работу спортивные объекты, фитнес-центры, тренажерные залы при условии не более 30% заполняемости от общего количества посетителей. В субботу откроют свои двери до 17.00 торгово-развлекательные центры. А уже с понедельника предстоит долгожданное возобновление работы кинотеатров, но также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Итак, какие же требования предъявляются владельцам кинотеатров? В Минздраве утвердили специальный перечень. По возможности должна быть реализована продажа билетов в онлайн-режиме. Наполняемость залов не должна превышать 30%. При входе зрителей будут проверять на наличие масок, измерять температуру и рассаживать, соблюдая социальную дистанцию. Кроме того, работники обязуются организовать 30-минутные перерывы между сеансами для проведения дезобработки. В ведомстве отметили, что разрешение будет выдаваться индивидуально только после проверки помещений санврачами. Далее о ситуации с COVID-19 в мире. Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленные данные по коронавирусу. В мире порядка 41 миллиона человек заразились COVID-19. В Восточной Европе вводят повторные ограничительные меры. В Чехии объявлен локдаун. С сегодняшнего дня будут работать только продовольственные магазины и аптеки. Передвижение граждан ограничено. Также обсуждается возможность введения жесткого карантина для жителей старше 65 лет. В Словении с начала недели действует комендантский час. Общественные мероприятия запрещены. Студенты и школьники средних и старших классов переведены на дистанционное обучение. Закрылись бары и рестораны. В Румынии ношение масок становится обязательным для жителей столицы. Причем как в помещениях, так и на улице. Школы закрывают на две недели. Еще в одном регионе Великобритании вводят жесткий локдаун из-за коронавируса. На этот раз ограничения коснутся графства Саут-Йоркшир, расположенного в северной части королевства. Об этом сообщил мэр Шеффилда Дэн Джарвис. Новые правила вступят в силу в субботу. Власти выделили больше 53 миллионов долларов на поддержку бизнеса и санитарно-профилактические мероприятия. К слову, британские власти отмечают три уровня опасности. Низкий, средний и выше. Ранее карантин ввели в Ливерпуле и графстве Ланкашире. В Греции зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 с момента снятия карантина в мае. Накануне число инфицированных составило 865 человек. С завтрашнего дня на севере страны в городе Кастария вводится полный локдаун. Запрещается погибать пределы региона, а жители обязаны носить маски в общественных местах. Также будет приостановлена работа магазинов, ресторанов, музеев и спортзалов. Отмечу, общее число заболевших коронавирусом в Греции превысило 27 тысяч. И вернемся к событиям в нашей стране. Международный аэропорт Петропавловска на грани банкротства. Коллектив уже несколько месяцев не получает заработную плату. Об этом работники предприятия рассказали о Кимобласти во время онлайн-приема граждан. Выяснилось, что воздушная гавань работает в убыток. Несмотря на статус, рейсы совершают только внутри страны и то всего в два города – Алматы и Нур-Султан. В компании трудится около 90 человек. Работодатели задолжали им почти 24 миллиона тенге. Вопрос с выплатой денег сейчас на контроле в госинспекции труда рассчитаться с сотрудниками пообещали до 10 ноября. А вот сам аэропорт планирует перевести в видение местного Акимата. Через два месяца, процедура запущена, мы должны будем пройти процедуру банкротства. После этого мы забираем аэропорт к себе на баланс. СПК – это подразделение Акимата областного. Мы уже зарезервировали деньги на будущий год для того, чтобы полностью все расходы за счет местного бюджета содержать. Мы продолжаем серию сюжетов к 25-летию агентства Хабар. О новой дороге, школе и магазине мечтают жители небольшого села Ульгулен Аксусского района Алматинской области. Электроэнергию сюда провели 10 лет назад. А произошло это благодаря сюжетам в выпусках новостей нашего агентства, подготовленных корреспондентом Тлюгабылом Хмуджасаром, ныне почетным ветераном отечественной тележурналистики. Сейчас жизнь в населенном пункте постепенно налаживается. Однако остались и нерешенные проблемы. Подробнее расскажет наш корреспондент. В те годы у нас здесь очень трудно было жить. Как могли, так и выживали. Даже вспоминать не хочется. Начало 2000-х для жителей аула Ульгулё было непростым. Не было ни света, ни воды. Из-за отсутствия элементарных условий жизни основная часть населения уехала. Закрылась школа. Детей пришлось отправлять на учебу в областной центр, вспоминает местный житель Серикамирхамзин. У нас в то время соседом на двоих был один автономный генератор электроэнергии. Бензина в нем хватало на шесть часов работы. За счет этого и существовали пять лет. Ну а те детки, которые родились позже, вообще знали в то время об электричестве только понаслышке. Приезда журналистов в те годы жители ждали всем миром. Кому только не обращались, рассказывает Сесенбек Аубакиров. Откликнулся телеканал Хабар. А сюжет корреспондента агентства Телегабыла Мыжасара стал отправной точкой в решении проблемы. Село Улгали тогда было обесточено на протяжении семи лет. Нам даже пришлось показать ребенка, который только понаслышке знал о том, что такое электроэнергия. Конечно, вопрос сразу не разрешился, но сначала временную электростанцию им поставили, потом свет провели. В то время проблем на селе было много. Наша задача была объективно рассказать о них. Телегабыл Мыжасар к нам приезжал дважды. В его сюжетах были четко и емко переданы все наши беды. Если бы не помощь агентства Хабар, нас бы так и не услышали. И жили бы мы до сих пор при керосиновых лампах. Сейчас в селе Ульгалё около двух десятков домов. Сюда стала возвращаться молодежь. Появляются новые дома. Сергей Баядилов вернулся на малую родину из большого города. Решил здесь осесть. Скот разводить. Вот только как быть с семьей – не знает. Детям учиться негде. Многие семьи хотят вернуться сюда. Здесь есть все условия для разведения подсобного хозяйства. Главное – есть свет и вода. Вот только школы нет. Если бы была, в ауле новая жизнь бы началась. А еще жители Ульгалё долгое время ждут, когда через их село проложат новую дорогу. Тогда, глядишь, здесь появились бы и магазины. Не нужно было бы за продуктами за 30 километров ездить. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, Алматинская область. И в завершении выпуска о погоде. На большей части Казахстана сегодня пройдет дождь и снег. Местами ожидается туманный гололед. Об этом сообщает Казгидромед. Остерегация гололедицы стоит жителям Карагандинской, Акмолинской, Кустанайской и Актюбинской областей. А вот в Павлодарской, местами Тургенстанской, Казлардинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях сегодня усилится ветер до 20 метров в секунду. В столице днем будет 5-7 градусов, в Алматы не больше 10 градусов тепла. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова